Всем привет! И это такой пробный видос про интересный канал Boba Ventures. Он у меня в папочке есть. Давайте почитаем вообще, что Boba Ventures считает о мемкоине. Мемкоины это не только самые быстрые иксы, но и самые безопасные. Проблема в том, что большинство людей не доверяют мемкоинам, потому что они их не понимают. Это понятно, но также и фатально. Вы говорите, что мемкоины не имеют никакой ценности и кажется вы действительно правы. Но то, что кажется правдой, может оказаться ложью, если посмотреть на это под другим углом. Контекст это все. Чтобы понять текущий контекст, нам нужно понять пузыри и мании. В теории пузырей конец пузыря всегда самый сумасшедший. Когда люди игнорируют фундаментальные принципы, пренебрегают ценностью и полностью сосредотачиваются на зарабатывании денег. Если изучить тюльпановый или пузырь даткомов, можно увидеть, как эти пузыри начинались. С чего-то хорошего, с реальной ценностью и благими намерениями. Но чем дольше длились пузыри, тем дольше люди начинали сосредоточиваться исключительно на зарабатывании денег, вместо создания и инвестирования в ценности. Это продолжалось до тех пор, пока слово ценность не было перепределено. Внезапно все, что имело хорошие шансы на рост, считалось ценным. В последние 10% пузыря даткомов полностью бесполезные компании даткомов достигали огромных безумных оценок. А некоторые редкие тюльпаны торговались по ценам домов. И это не значит, что люди были глупыми. Конечно, некоторые из них были, но большинство людей точно знали, что они покупают. Но им было все равно. Но никому не было дела, потому что все зарабатывали так много денег, играя в теорию более тупого. Сейчас мы находимся на вершине криптомании, последние 10%. За последние десятилетия мы видели стремительный рост битка, рождение эфира, бума, SEO, дефай, лето, медвежка, ретродропов. А теперь вершину спекуляции мемкоины. Мемкоины – это просто воплощение финальной стадии этого широкого криптопозыря. Воплощение спекуляции, жадности и безумия. Бесполезные фантики, которые служат лишь одной цели – расти в цене и приносить деньги. Это абсолютно нормальный и очень естественный способ завершения этого цикла, который длился последние два десятилетия. После этого последует большой крах, который, возможно, приведет к устойчивому росту на основе ценностей в течение следующих десятилетий. Но до тех пор зачем сопротивляться? Просто действуй, пойми, что эта стадия пика безумия очень нормальна и естественна и предназначна. Копируй своих трех самых тупых друзей. Войди в голову отчаянного Дегген Гебблера. Будь впереди всех в погоне за лотерейным фантиком. Выходи из системы, на данный момент нет кроме мемов. Если все внимание на том, чтобы делать деньги, твоя основная цель – делать деньги. Зачем вообще сомневаться? Зачем бороться с этим? Видите, сейчас Боба закину в папочку. А как Боба закинуть? Вот я вот закину в папку. Интересно. У меня есть папка. Интересно, где канал, за которыми я сам лично слежу. Какие-то. Вот вы можете ее добавить себе по ссылочке в описании. Если у вас есть какие-то вопросы, зайти в мой чатик. Прикольный чел Боба. Вот я мысли его вам просчитал. Что думаете? Культ. Очень прикольно. Жду культ на самом деле. Что еще вам хочу сказать? А, регистрируйтесь по ссылочке на BullX. Я сам там торгую. Пока что в минус, конечно, но... Как по-другому, да, как говорится. Тут самое главное, что, видите, у меня лимитка стоит. На продажу иглов. Сейчас скажу, где у меня. У меня лимитка вроде на 29 ляма стоит. Интересно, когда видос выйдет, уже вырастет. Так, ну что еще можно по Бобу сказать? Боба, это крутой челик. За ним обязательно можно следить. Вот такое мнение решил прочитать. Не знаю, как вам. Мне зашло. Вот, защищайте себя на будущее. Та-та-та-та-та. Вот, видите, не забудьте вывести прибыль в банк, заплатить налоги и купить что-нибудь еще, кроме часиков и макбука, до того, как закончится этот бычий рынок. Вы не гений, вы не смотрите на других и не думаете, со мной такого никогда не случится. Правило 20% это великий совет, которому я никуда не следую. Например, если ваш портфель вырос за промежуток времени с миллиона долларов до полтора, вытащите 20%, это 100 тысяч долларов. Помните, что эти деньги никогда не предназначены для возвращения в крипту. Если вам приходится это делать, вам должно быть стыдно за себя. Возьмите за привычку обналичивать 10-30% каждый раз, когда ваши сумки значительно увеличиваются. Особенно, если крипта это все, чем вы полагаетесь. Не есть хорошо. То есть, очень вайбовый видос. Как вам такие моменты, где я обозреваю какие-то каналы, читаю мысли. Помогаю вам на кого-то подписаться. Все ссылочки будут в описании. Спасибо. Не забудьте поставить лайк, это поможет в продвижении видоса. И, конечно, заходите в мой телеграм-канал. Ладно, пока.